В качестве примера испанской партии приведем партию между Крамником и Леком, которая была сыграна в Блиссага в 2004 году. Белые. Е2, Е4. Черные. Е7, Е5. Белый конь Ж1 на Ф3. Черный конь Б8 на С6. Белый слон Ф1 на поле Б5. Пешка А7 на А6, нападая на слона. Слон уходит на поле А4. Конь Ж8 на Ф6. Короткая рокировка у белых. Слон Ф8 идет на поле Е7. Белые. Ладья Ф1 на поле Е1. Черная пешка Б7 на Б5, нападая на слона. Слон А4 идет на поле Б3. Короткая рокировка у черных. Белая пешка С2 на С3. Черные отвечают. Пешка Д7 идет на поле Д5. Пешка Е4 бьет пешку на Д5. Конь Ф6 бьет пешку на Д5. Конь Ф3 бьет пешку Е5. Конь С6 бьет коня на Е5. Ладья Е1 бьет коня на Е5. Пешка С7 идет на поле С6, защищая коня. Пешка Д2 на Д4. Слон Е7 на поле Д6. Ладья вынуждена уйти на поле Е1. Ферзь с поля Д8 идет на поле Х4. Пешка Ж2 идет на поле Ж3. Ферзь уходит на поле Х3. Ладья с поля Е1 идет на поле Е4. Цель этого хода прогнать ферзя с поля Х3. Черные отвечают. Пешка Ж7 идет на поле Ж5. Это радикальная защита от возможного хода ладьи на поле Х4. Белый ферзь с поля Д1 идет на поле Ф1. Совершенно очевидно, что если бы белые сыграли слон Бьет Ж5, последовал бы двойной удар ладьи на Ф5. Она одновременно напала бы на слона и ладью. Итак, в партии было сыграно ферзь Д1 идет на поле Ф1. Ферзь Х3 идет на поле Х5. Черные уклоняются от размена. Конь Б1 идет на поле Д2. Черный слон с поля С8 идет на поле Ф5, нападая на ладью. Пешка Ф2 идет на поле Ф3. Стандартная жертва. За качество белые получают хороший пешечный центр. А из-за белопольного слона черным будет трудно создать угрозу неприятельскому королю. Конь Д5 идет на поле Ф6. Ладья Е4 на поле Е1. Черная ладья А8 идет на поле Е8. Белым надо что-то делать с ферзевым флангом, иначе перевес в развитии соперника быстро скажется. Ладья Е1 бьет ладью на Е8. Ладья Ф8 бьет ладью на Е8. Пешка А2 пошла на поле А4. Черный ферзь с поля А5 идет на поле Ж6. Пешка А4 бьет пешку на Б5. Неоднозначный ход. Слон с поля Ф5 идет на поле Д3, нападая на ферзя Ф1 и пешку. Ферзь Ф1 идет на поле Ф2. Слабый ход. В это время белые, крамник, уже испытывает цвет нот. А у лека осталось вполне достаточно времени. Черные продолжают игру. Ладья с поля Е8 делает ход на поле Е2 и нападает на ферзя. Ферзь Ф2 бьет ладью на поле Е2. Слон с поля Д3 бьет ферзя. Пешка Б5 бьет пешку на А6. Ферзь Ж6 идет на поле Д3. Избранная защита крамникам недостаточно. Король идет на Ф2. Слон Е2 бьет Ф3. Конь Д2 бьет Ф3. Конь Ф6 идет на поле Е4 и объявляет шаг белому королю. Лека точен до конца. Король уходит на поле Е1. Конь с поля Е4 бьет пешку на С3. Сильный ход. Пешка Б2 бьет коня на С3. Ферзь Д3 бьет С3. Король уходит на поле Ф2. Черный Ф3 бьет ладью на поле А1. Белая пешка А6 идет на поле А7. Черная пешка с поля H7 делает ход на поле H6, защищая пешку на G5. Черным некуда спешить. Белые играют. H2 на H4. Черная пешка G5 на G4. И белые сдались. Продолжение следует... Продолжение следует...